Книга «Открытым оком», 16 том, вопрос 3057, тема «Будущее мира и Страшный суд». Если события и все дела в России пойдут так же и дальше, то мы погибнем? Или это давно свыше для очищения? Если Россия, как православное единое государство, исчезнет с карты Земли, то будет ли это приход Антихриста, то есть без православной России будем ли оставаться мир? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. По всем законам мы должны были давным-давно уже погибнуть, но почему-то живы. Безусловно, что милостью Бога и Иеговы, Творца Неба и Земли, живы мы. Но не нужно придавать земному государству такое высокое предназначение. Нет союза, а жизнь не остановилась же. Все сие было для проведения нас в чувство, но так как покаяния нет, а Церковь Патриарша только замазывает грехи мнимой экономией, сострадательностью, то так и будем все с большим ускорением догнивать, пока нас почему-то снисхождению завоюет более цивилизованное государство, как и было всегда в мире. Православной России нет, да может никогда и не было. Нахватали всяких с разными верами, все перепуталось, а миссионерской работой не увлекались. Храмы в благополепии, трезвон колоколов, с иконами чудят, с мощами мощно гоняют. Так на той сцене без измерения репертуара. Исайя, 5 глава, 7 стих. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. И языки лишь, 16 глава, 37 стих. По расчету аналитиков и согласно бывшего в истории, с уничтожением России должно явиться антихристу. Придумали, что царь Николай был удерживающий. Абсолютное незнание Писания заводит в такую мрачную пустоту невежества. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взята среды, удерживающей теперь. Иеремия, 51 глава, 44 стих. И посещу вилла в Вавилоне, и исторгню из уз его проглоченной им, и народы не будут больше стекаться к нему, и даже из стены вавилонские падут. Вилл Владимир Ильич Ленин. А Вавилон Москва, так считают некоторые. Откровение, 18 глава, 2 стих. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесом и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напаяла все народы».